Чтобы получить водительское удостоверение, нужно преодолеть непростой квест. Выучить теорию, приобрести навыки вождения, сдать экзамены в ГАИ. Только в этом случае человек имеет право колесить по дорогам. Правда, некоторые водители, лишенные прав, или те, кто никогда не имел права управлять транспортным средством, проявляя обеспечность, выезжая на дорогу, ставят под угрозу не только собственную безопасность, но и жизни других людей. И такие случаи не единичны. Так, например, 10 июля в 21.40 была остановлена компания молодых ребят на автомобиле ВАЗ. Вызвали они подозрение тем, что визуально были слишком молоды для того, чтобы сидеть за рулем. Они были настигнуты правоохранителями, и можно сказать, что эта история закончилась удачно, потому что никто не попал в аварию. Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории Бреста и Брестского района сотрудники госавтоинспекции проводят комплекс специальных мероприятий. Статистика нарушений неутешительна. По вине водителей, не имеющих права управления, с начала года совершено 27 ДТП, в результате которых 5 человек погибли, 30 получили ранения различной степени тяжести. За управление транспортным средством, не имея права управления, предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение года, после наложения административного взыскания за то же нарушение, влекут также штраф в размере от 20 до 50 базовых величин. К сожалению, каждое второе ДТП с участием лишенников либо бесправников происходит в состоянии алкогольного опьянения. А потому за время проведения профилактического рейда сотрудники госавтоинспекции останавливали транспортные средства, чтобы проверить документы, а вместе с этим и состояние водителей. Остановленные автолюбители проявили себя как законопослушные граждане, которые не приемлют алкоголь за рулем. Это безответственно. Страдают невинные люди, когда кто-то пьяный или без права сбивает людей. И, как правило, это все чаши водителей не минуют. Если ты сел пьяный без прав или пьяный просто с правами, то наверняка ты кого-нибудь собьешь. Учиться же надо сколько ездить. Тут выучатся и то ездят как слабенько, а то вообще без прав, без ничего. Конечно, права по-любому надо. Я считаю, что у таких людей нужно забирать права на всю жизнь и забирать сразу же машину. Поэтому как-то так. Может, поэтому бы и люди не садились за руль в следующий раз. Был бы урок для всех. В настоящий момент за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрены штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение прав на три года. Но достаточно ли это наказание за счета жизни? Возможно, стоит его ужесточить, чтобы соплазна у правонарушителей не было. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.